Добрый день! Сегодня девятая Томуза. Как ни странно, это примечательный день, еще один примечательный день в этом месяце Томуз. Написано в наших книгах, что девятого Томуза во время Вавилонского изгнания, когда войска Вавилонского царя Намхаднецера осадили Иерусалим, то они пробили стену города Иерусалима именно девятого Томуза. Мы знаем дату семнадцатого, но семнадцатого Томуза это во время осады Иерусалима римлянами, стена города была пробита. И мы постились с семнадцатого Томуза, но в первое изгнание, в Вавилонское изгнание, стена была, как мы уже сказали, пробита девятого Томуза, и изгнанники Вавилон постились в Цом-Арви-И, пост четвертого месяца, именно девятого Томуза. Для них это был день поста в четвертый месяц. История, на самом деле, была очень печальная, потому что в этот день царь Циткиягу убежал со своей свитой в иудейскую пустыню, пытался там прятаться, и, на первый взгляд, случайным образом его нашли. Преследователи гнались при охоте за оленем и увидели, что Циткиягу и приближенные вылазят из пещеры, заметили их, схватили и привели на расправу с Вавилонским царем и с его военачальником Навдарзаном. Вот это вот история дня девятого Томуза. То есть, для изгнанников Вавилона это был самый трагический день за историю изгнания. Десятого Тевета, давайте построим хронологию. Десятого Тевета началась осада Иерусалима, и до девятого Томуза город был в осаде, и девятого Томуза, с десятого Тевета. До девятого Томуза, более полугода, город находился в осаде, и вот девятого Томуза стену города пробили, царь Циткияу убежал, и дальше началось разрушение города, и вавилонский военачальник Навдарзан поджег Иерусалимский храм, и мы говорим про первое изгнание. Но мы девятого Томуза не постимся. В отличие от изгнанников вавилон, мудрецы говорят, что семнадцатая Томуза для нас более важна. Почему? Потому что это день разрушения или день пробитой стены второго изгнания в римского. И поэтому мы постимся именно семнадцатого Томуза. Говорят наши мудрецы, в принципе, нужно было поститься и девятого, и семнадцатого. Но просто-напросто нас не заставляют делать то, что до такой степени тяжело. И поэтому мы постимся только семнадцатого. В принципе, идея, так сказать, что качество возмездия, качество суда, оно сильное, и оно имеет мощь, силу, влияние и девятого Томуза тоже. Это то, что мы хотели бы сказать. И просто-напросто у нас нет сил, так сказать, поститься и девятого, и семнадцатого. Это один вариант понимания. Другой вариант понимания, на самом деле, что все-таки вавилонское изгнание, оно было ограничено и закончилось в течение семидесяти лет. А вот то изгнание, в котором мы находимся сейчас, римское изгнание, ему не видно и конца, и края. То есть, как бы сейчас уже более-менее виден конец и край, да? Будем надеяться, что вот-вот Всевышний пошлет своего Машеха. Но наши мудрецы считали, что важнее нам второе изгнание, потому что оно намного длиннее, намного мощнее, намного сильнее. И это то, что мы хотели сказать. Но, в принципе, на самом деле, если посмотреть в корень вещей, то именно с семнадцатого Томуза был сделан грех Золотого Тельца. Именно с семнадцатого Томуза Муша Рабейну разбил скрижали завета. То есть, с шестнадцатого Томуза, прошу прощения, с шестнадцатого Томуза был сделан грех Золотого Тельца, а с семнадцатого Томуза Муша Рабейну разбил скрижали завета, и весь мир пошел по сложной кривой исправления греха, И в очередной раз, первый раз он пошел по пути исправления греха, когда первый человек вкусил от дерева познание добра и зла. На момент получения Торы еврейский народ исправил этот грех и стал бессмертным. И после греха Золотого Тельца еврейский народ заново пошел на долгую кривую исправления греха Золотого Тельца. Как сказано, что в день, когда будет Всевышний вспоминать какие-то другие грехи, еврейский народ будет получать наказание за грех Золотого Тельца, как было договорено с Мушарабейном. И поэтому 17-я Томуза – это более причинный день. Несмотря на то, что 9-я Томуза – это день трагедии еврейского народа в момент его югонского издания, все-таки 17-я Томуза – это причинный день всех проблем, в котором находится еврейский народ с момента греха Золотого Тельца, который является первопричинным грехом, аналогом греха первого человека. Поэтому сегодня мы не постимся, хотя, в принципе, и надо было бы. Желаю, чтобы не было причин у нас больше поститься, и чтобы мы только радовались, как написано, что «цомарави» и «цомахамиши» – посты, пост в 4-й месяц и пост в 5-й месяц. Я вху ле ам-исраэль ле сасон ве ласимха. Они перевернутся в еврейскому народу на дни веселья и радости. Желаем это нам всем. Построенного Иерусалима. Большое спасибо. 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 Спасибо.